книга открытым окон том 16 вопрос 3050 объясните только подробнее почему с приходом православного царя это в одной из ваших книг прольется много крови и второй вопрос может ли это случится у нас в россии если нет то почему назовите главное условие воцарения по вашему мнению отвечает игнатий тихонович лапкин власть в россии ныне экспериментальная по циркулю и наугольнику масонов а что не по и всемирному плану разве потерпят они значит мировая закулиса теневого народа на чеку чтобы не допустить самодержавие если имеете ввиду конституционную монархию как в англии то патриоты и монархисты как главные баламуты с этой идеи тоже будут категорически против марионетки в руках тех же масона бессилия желающих царя и среда народ не только не готов к жизни по правде но людям нравится разжиженность культуры культивируемая властью и московской патриархии любой поп оправдывает все безумства творимые в государстве и церкви гнусавер что боже милостив и не может же он осудить слабых и немощенных грех дозволен попами россия сегодня представляет заразную помойку в духовном плане и лохмотья нищеты воровской полигон для узаконенных олигархов плотском идею воцарения нужно оставить до лучших до лучших времен если богу иегове то угодно будет россия сегодня страшное блудилище во всех отношениях судебные органы тупы преступно милиция защиты нет ниоткуда поистине к богу кто искренне молится книга второзакония 23 глава 2 стих сын блудницы не может войти в общество господнее и десятое поколение его не может войти в общество господнее книга второзакония 23 глава 7 8 стихи не гнушайся иду миянином ибо он брат твой не гнушайся египтянином ибо ты был пришельцем земле его дети которые у них родятся в третьем поколении могут войти в общество господнее то есть если еврей женится на язычницы то дети только на половину евреи если же эти метисы будут выходить замуж за еврея то уже в третьем поколении вы жила будет течь 87 и 5 десятых процента еврейской крови что считается достаточным чтобы быть допущенным на общество господнее чистопородно русские цари были только всего лишь в двух поколениях при михаиле и алексеи а петр первый русский антихрист уже женился на немки и далее в шести поколениях брали только инозема таким образом в царе николае русской крови было только одна целая шестьсот пятнадцать тысячных процентов а в нынешних претендентах если взять только в добавок и еще в двух поколениях осталось уже не более 0,4 процента русской крови говорить о царе русских кровей только весьма с большой натяжкой можно да и за границей не истребленные ленином отпрыски легитимно вряд ли могут по совести претендовать на престол согласно законов российской империи непонятно почему должны именно из романовской выродившиеся породы брать облезлых овец у масонов в их протоколах это обговорено детально и намного умнее правдивее и полезнее если насильно поставят какого-то георгия то будут против все коммунисты и демократы и будет много крови пролито уже не за власть а за то чтобы уничтожить навязанного царишку чтобы было царь нужно сначала всенародное покаяние принести за погубленное семейство николая второго и его самого должна быть проделана огромная работа по евангелизации народных масс всенародное покаяние за отступление от бога и чтобы произошло принятие христа чтобы библия стала истина любимой конституции мне лично сегодня царь мне лично сегодня царь нужен и я готов его признать но кто будет ему служить вопрос кто будет в его ближайших помощников они сами-то возрожденные ли свыше люди иначе там тут же начнется грызня 1 книга царств 12 глава 19 стих и сказал весь народ самуил помолись о рабах твоих пред господом богом твоим чтобы не умереть нам ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех когда просили себе царя книга деяний 13 глава 21 стих потом просили они царя и бог дал им саула сына кисова мужа из колена вениаминова так прошло лет 40 красивый рослый царь саул скромный обаятельный вскоре стал тираном и подозрительным деспотом врагом истины и гонителем истинного помазанника давида плач еремии 2 глава 6 стих и отнял ограду свою как усада разорил свое место собраний заставил господь забыть на сегодня празденство и субботы и в негодовании гнева своего отверг царя и священника пророк оси 13 глава 11 стих и я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем отвергшиеся истинного царя небесного достойны были умереть от чужеземного кесаря евангелие от иоанна 19 глава 15 стих но они закричали возьми и возьми распни его пилот говорит им царя ли вашего распнул пиросвященники отвечали нет у нас царя кроме кесаря грешить и не болеть всегдашний лозунг житова люкс животолюбцев нынешних вчерашних но часто диагностика приходит слишком поздно аптеки и больницы подумать даже страшно болезни есть последствия греха когда адам и ева были не одеты змеи сатана на бога набрехал и голодь бою щеголяют дети но грех неверия за горизонтом рая болезни смерть маячили подскудно потом брат каин смертельно брата ранит трудиться смерть в три смены будет и не болеть нельзя необходимо стареть и морщиться землистым покрываясь теряя близких искренне любимых как крошки от большого коровая здоровый образ жизни не поможет избавиться от смерти вовсе не болеть бурдюк с непрочной рущей кожейся кожей агарку жизни так недолго тлеть жизнь вечная дарована христом в его победе над всегдашней смертью победу одержать молитвой и постом все остальное мелочь перетерпим рожденный свыше побеждает грех он доброй совестью служить христу обязан иначе будем наги явлены для всех и жернова на шею за соблазны болезнь нередко благо ко спасению к раскаянию жаркая дорожка терпенье в поисием как для нетленья семя к дню судному что может быть дороже грешить и не болеть сорвите тот плакат болезнь есть в разумление от бога иеговы в конце уснуть на кладбище поспать иисус даст тело новое нетленную обнову 21 марта 2006 год игнатий лапкин